Всем привет, на связи Мабу. Сегодня поговорим на очень интересную тему. Сегодняшний подкаст будет посвящен такой очень тематике, которая в последнее время очень часто меня спрашивает. Ну и до этого, еще до всех условий санкций, кризиса, эта тема волновала. Тема звучит так. Откуда берутся заказы на рынке? Мы сделаем корректировку с учетом сегодняшних условий в России и сформируем вопрос так. Я беру откуда возьмутся заказы на российском рынке в условиях санкций. Я вам расскажу три источника, откуда приходят эти заказы и расскажу про все пути, которые вам стоит пройти, если вы хотите взять заказ и разрабатывать мобильные приложения, в данном случае андроид-приложения на заказ. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству, по профессии андроид-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе андроид-разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид-разработчик» за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записей и консультаций есть в описании под видео. Всегда заказы шли по одному из трех путей. Во-первых, это заказы, которые... Во-первых, это мобильные приложения, которые необходимы были для действующего бизнеса. Неважно, будь то либо продажи, то есть различные магазины, не только интернет-магазины, либо это различные компании, которые оказывают услуги, различные салоны красоты, частные мастера, различные фитнес-клубы, различные пекарни, небольшие даже магазинчики. Тоже такие услуги оказывают. Ну и все, что оказывают услуги. Вторым путем это были сервисные мобильные приложения. Это мобильные приложения, которые были предназначены для оказания, собственно, какого-то сервиса. И неважно, что это, служба такси, или это поиск авиабилетов, или это прокат самокатов, или доставка еды. Это сервисные мобильные приложения. И третье направление, откуда поступали заказы, это уже действующие мобильные приложения, которые нуждались в какой-то корректировке, доработке, какой-то оптимизации, в чем-то автоматизации. В общем, это три пути, которые существовали. И в сегодняшнем реалиях чуть-чуть немножко изменилось. Но я вам расскажу в том плане, как вам, как Android-разработчику, найти клиентов в каждом из этих направлений. И мы начинаем с первого направления. Это мобильные приложения для действующего бизнеса. То есть, смотрите, у вас есть, допустим, вы живете в небольшом городке, а может в большом городке. Неважно, это миллионник, полумиллионник, или вообще численность людей идет на несколько тысяч. И как же вам найти вот такого клиента, тем более в нынешних условиях? Вы должны понимать, что некоторые из компаний закроются в условиях нынешнего кризиса, в условиях нынешних санкций. Вторые, другие же компании, которые останутся, которые будут более сильнее, они воспользуются этой возможностью, когда рынок постепенно очищается. Но компании, которые более сильнее, они воспользуются этой возможностью, чтобы обойти своих конкурентов за счет мобильного приложения, как из вариантов. Будет стоять потребность в том, чтобы обойти своих конкурентов на основе каких-либо факторов. И таким фактором может являться улучшение сервиса обслуживания своих клиентов. Ведь мобильное приложение может как поставлять новых клиентов через теплые контакты. То есть, что это такое? То есть, уже действующие клиенты, которые пользуются мобильным приложением, будут рассказывать своим друзьям и знакомым о том, что они пользуются такой-то услугой в том месте, потому что там классное вот такое мобильное приложение, которое постоянно сотрудничает со своими клиентами, предоставляет через это мобильное приложение определенные скидки, вовлекает такой в игровой процесс и все время заботится о своих клиентах и все время пытается узнать, что же в их бизнесе не так, как можно улучшить сервис обслуживания своих клиентов. То есть, вот оставшиеся именно компании, они захотят улучшить свой сервис, улучшить свои конкурентные возможности, одним из вариантов, как мобильным приложением. Ведь у таких компаний, как правило, уже есть сайты. То есть, сайты работают, привлекают какой-то трафик новый. А вот, помощью мобильного приложения можно улучшить сервис в условиях повышения, ну, скажем так, конкуренция не будет повышена количественно, она будет повышаться качественно, потому что в современных условиях каждая компания будет работать над качеством своих предоставляемых услуг. И поэтому, каждая компания захочет делать что-то классное для клиентов, и одним из таких направлений может быть мобильное приложение. Итак, как же вам поймать этих клиентов? Все просто, вам нужно сделать список компаний, которые есть в вашем городе, и просто с каждым пообщаться, и каждому предоставить индивидуальный план с учетом нюансов этой компании. Не потрудитесь, работа над каждой компанией вас может занять несколько дней. Вы должны показать компании каждой, как ваше мобильное приложение и как их будущее мобильное приложение поможет ихнему бизнесу в современных, не совсем, скажем так, легких кризисных условиях. Вы должны показать, как к помощью мобильного приложения можно улучшить сервис обслуживания действующих клиентов, и как это еще повлияет на увеличение прибыли. И подойти к каждой компании индивидуально, и показать мобильное приложение не как что-то фантомное в будущем, а показать, как будто оно у них уже есть, и как будто их клиенты уже пользуются этим. То есть нужно показать, как психологически компании могут воздействовать на своих клиентов. Собственно, у таких заказов, как на действующий бизнес, готовый бизнес, их большинство. И большинство заказов, которые есть в принципе на рынке, это вот эти заказы. Их поймать можно только по факту общавшись с бизнесом. Если у вас вообще мелкий город, то есть деревня какая-то, да, то есть там 2-3, 2-3 таких компаний, пообщайтесь там с такими компаниями. Ну и плюс вы можете пообщаться с компаниями из близлежащих городов в случае необходимости выехать и пообщаться уже предельно по нюансам, уже при очной встрече. Потому что все-таки если в компанию обратиться разработчик очно, да, то есть придет, и по онлайн предпочтение отдадут тому, кто будет общаться очно. Потому что это современно, ну это предельно понятный человек, а онлайн это тебе непонятно кто. Поэтому у вас вариант, если вы в городе, вообще нету проблем, общайтесь с компаниями напрямую. Если далеко от города, то максимально назначайте встречи на день, выезжайте на день в город, в этот, пообщайтесь и более предельно подходите к разработке мобильного приложения. Но опять же, вы можете не встречаться и по онлайн все это делать, но просто тогда вам нужно понимать, что из 100 встреч, из 100 возможных заказов вы возьмете 30% только. Поэтому я вам предлагаю общаться все-таки очно. Второе направление это сервисные мобильные приложения. И тут проблема в том, что такого заказчика вы по факту не можете самостоятельно отловить. Потому что кто делает сервисные мобильные приложения? Обычные люди, у которых в голову вошла идея сделать какой-то сервис. И они идут, как правило, на фриланс. И таких клиентов вы должны отловить в основном на фрилансе. Плюс сервисные мобильные приложения вы можете разрабатывать сами, как свой стартап. Как монетизировать сервисные мобильные приложения? Идеальное сервисное мобильное приложение это мобильное приложение, которое пользуется миллионами. То есть должен быть самый широкий охват. И минимальная цена за подписку. То есть в районе 100 рублей. То есть это даже если взять мобильное приложение с одним и том же функционалом, будет стоить 700 рублей и 100 рублей. Это будет восприниматься как разница между 1000 и 20 тысячами рублей. То есть идеальное мобильное приложение, то мобильное приложение, которое нужно людям прямо здесь и сейчас. И у которого минимальная цена подписки, которых не жалко отдать. Вот и все. Моменты монетизации, именно платные подписки напрямую, да, через тот же сервис приема плотежей Бутси можете сделать. Также это, если у вас большой охват будет, то те же там 500 тысяч пользователей, то уже и реклама, да. А если у вас такое, на ваш небольшой городок, на деревушку, на городок, там мобильное приложение по заказу такси, по заказу еды, закусочных, бронирование столиков, то достаточно маленького охвата людей. И уже здесь вы можете привлекать уже местных. Местных рекламодателей. И вот такая работа напрямую с рекламодателями, она и позволяет найти более качественные заказы рекламы, более дорогостоящие. То есть по факту это направление вы нигде не отловите, кроме фриланса, либо также где-то напрямую кто-то узнает, что вы разработчики поинтересуются каким-то сервисом. Но больше всего это на фрилансе можно отловить. Но если вы на виду всегда, то и вам публичный человек, если вы, то к вам напрямую обратятся эти разработчики сервисных мобильных приложений. И третий вариант это действующие мобильные приложения, требующие улучшения. Как вы можете поймать этого клиента? Тот же фриланс, либо напрямую обратиться. Ну скажем так, есть такой вариант, что вы делаете мониторинг действующих мобильных приложений, и находите ошибки, недочеты, баги, и обращаетесь напрямую, и предлагаете исправить их мобильное приложение. Либо вы выбираете так же, как в первом варианте всех компаний, находите те, у которых есть уже мобильное приложение, в данном случае на Android, и ищите минусы этого мобильного приложения, и предлагаете свои услуги по улучшению мобильного приложения. То есть такой аудит. В общем-то это вот три направления, откуда берутся заказы. Откуда берутся заказы, собственно, на рынке, откуда они все-то брадить. Во-первых, это действующий бизнес формирует свою нужду, формирует свою потребность в развитии своего сервиса, и улучшении своей значимости на рынке среди конкурентов, и выставляют требования создать мобильное приложение, хотя в своем распоряжении иметь мобильное приложение. Либо, если они не понимают этого еще, но у них есть свой сайт, то вы можете сформировать эту необходимость у них в голове. Но опять же, нужно прокачивать себя как маркетолог. Но опять же, там не собственно как маркетолог нужно себя прокачивать, нужно поставить себя на сторону клиента, и понять, что для него важно, и предложить плюшки, которые будет внести ваше мобильное приложение. Второй вариант, откуда берутся заказы, это разработка новых сервисов. Тут, собственно, искать нужно все на фрилансе, ну плюс быть публичным человеком, тогда обратятся к вам напрямую. Кстати говоря, еще стоит обратить на разработку сервисов аналогов, которые сейчас ушли с российского рынка. То есть, был какой-то сервис, он ушел с российского рынка, можно сделать сервисозаменитель, то есть, сделать для русскоязычных подобный сервис, пусть не с такими широкими функционалами, но что-то похожее, чтобы там был основной функционал, которым пользовались люди именно на этом сервисе. И третье направление, откуда появляются мобильные приложения, это доработка действующих мобильных приложений. Либо также ловите на фрилансе, либо делаете аудит по плей-маркету, аудит по компаниям в вашем городе и предлагаете варианты улучшения мобильного приложения. В целом, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. И не забывайте, что современные условия, наоборот, плюсом будут вам являться условием кризиса, потому что очень хорошо очистится рынок и останутся только сильнейший. Вы на этом вычищенном поле сможете реально легче развить свой бизнес, как индивидуального разработчика андроид-приложений. На связи был проект Мабу, до встречи на следующей неделе, всем пока!